Иногда парни отбиваются от рук. Он может забыть о твоем дне рождения, регулярно приходить на свидание без цветов, не заметить нового платья или прически, ради которых ты три часа провела в парикмахерской. Бывают варианты и похуже. Он исчезает без предупреждения, не звонит и не приходит, потом появляется и ведет себя как ни в чем не бывало. Или флиртует с другими девушками в твое отсутствие или даже при тебе. А тебе запрещает носить слишком короткие, по его мнению, юбки и высокие каблуки. А еще позволяет себе срывать на тебе свое плохое настроение или нелестно высказываться о твоих подругах или родственниках. Энтон Пепеп. Вариантов неуважительного поведения масса, и все они требуют немедленных действий, пока ситуация окончательно не вышла из-под твоего контроля, и он не начал относиться к тебе как к принадлежащей. Ему вещи, с которой можно делать все, что угодно. Если он относится к тебе неподобающим образом, нужно обязательно поставить парня на место. Причем сразу, как только произошло что-то, что ты считаешь неправильным. Если ты во имя любви и мира в ваших отношениях терпишь его выходки, то он будет считать, что все идет как надо, и он поступает правильно. Если ты промолчала хотя бы один раз, когда он оскорбил тебя, повел себя грубо, или принял какое-то решение, касающееся вас обоих, не спросив твоего мнения, то он будет так поступать и в дальнейшем. Остановить его в будущем будет гораздо сложнее. Поэтому действуй сразу. Что-то не нравится, говори. В самом начале отношений, когда вы испытываете друг к другу страстную нежность, и ваши чувства еще не выцвели под влиянием времени, гораздо проще договориться и расставить приоритеты. На этом этапе он готов выслушать тебя и принять во внимание твое мнение и твои желания. Проблема в том, что в этот период ты можешь быть к этому не готова. Тебе не хочется затевать ссору, ты еще помнишь, как вчера все было замечательно, и надеешься, что все само собой вернется в прежнее состояние. И еще тебе кажется, что в дальнейшем он сам догадается, что тебе неприятен тот или иной аспект его поведения, и исправится. Опыт отношений миллионов пар доказывает, не догадается. И не исправится. Все будет только усугубляться, если ты не предпримешь профилактические меры в самом начале. Конечно, исключения бывают. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Одни раз на миллион или даже на миллиард попадается такой парень, который самостоятельно или путем внимательных наблюдений за оттенками поведения своей девушки понимает, что ей нужно и поступает соответствующим образом. Откровенно говоря, такие парни чаще существуют в кино, а не в реальной жизни. Поэтому не надейся на исключительность своего парня. Действуй сама. Говори с ним, объясняй, что тебе не нравится и почему. Проси его изменить свое поведение. Если он тебя послушает и справится, обязательно покажи ему свою признательность. Каким способом это сделать тебе видней? Ведь ты лучше других знаешь, что ему нравится. Желательно соблюдать важнейший принцип дрессировки. Награда должна следовать немедленно за исполнением сложного номера. Принес цветы после того, как ты намекнула, что обожаешь белые тюльпаны, поцелуй ему и расскажи о том, какой он у тебя замечательный. Позвонил тебе и сообщил, что задерживается на работе, вместо того, чтобы исчезать без предупреждения, поблагодари его за это. Вообще перестал исчезать, твоя благодарность должна быть безграничной. Разговоры по душам могут быть эффективны не только на начальной стадии. Если ты долго терпела, но больше не хочешь, то для начала стоит с ним откровенно побеседовать. Опиши, как ситуация выглядит с твоей стороны. Объясни, что он ведет себя некрасиво. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Но держи себя в руках, постарайся не оскорблять его и не задевать его достоинства выражениями типа «настоящие мужики так не делают». Это его разозлит, а злость помешает уловить суть того, что ты сказала. Профилактические беседы в дружелюбном тоне помогают, к сожалению, не всегда. В этом случае можно поменять тон на более резкий и непримиримый для того, чтобы поставить парня на место. Но все же лучше обойтись без оскорблений. После скандалов с взаимными обвинениями, обидными словами, перечислениями недостатков не только друг друга, но и близких и дальних родственников, трудно бывает вернуться к нормальным отношениям. Кроме случаев, если вы оба обладаете огненным темпераментом, и скандал с порчей имущества для вас, освежающая встряска, которая только добавит страсти вашим отношениям. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Но одно дело с удовольствием скандалить, зная, что это только ваши бурные эмоции, и вы любите и уважаете друг друга, а другое дело – стараться причинить друг другу боль оскорбительными словами. Понимая, что вы опускаетесь на более низкую ступень отношений и подняться обратно будет непросто. Если слова не помогают или ты с самого начала знаешь, что этот метод будет неэффективным, нужно действовать. Сообщи ему, что терпеть унизительное для тебя поведение ты больше не будешь. И не терпи. Как только он снова сделал то, что доставляет тебе неприятные эмоции, и что ты просила его больше не делать, переставай с ним общаться. Уходи. Не отвечай на звонки некоторое время. Дай ему возможность подумать и сделать переоценку ценностей. Если он поймет, что ты для него важнее дурацких привычек, придет и попросит прощения. Конечно, он может прийти к выводу, что ты с твоими требованиями для него не так важна, как сохранение прежнего поведения, флирт с другими девушками, употребление алкоголя в ненормальных количествах. Возможность не выбирать при общении слова и выражения, или выбирать наиболее грубое и нецензурное. Вряд ли в этом случае можно говорить о любви с его стороны. Конечно, если ты его любишь, тебе будет больно. Хотя на самом деле в этом случае нужно радоваться. Чем раньше ты завершила эти бесперспективные отношения, тем меньше крови он тебе успел попортить. Если, по твоему мнению, твой парень потерял ощущение границ и ведет себя не так, как следовало, то его, конечно, нужно поставить на место. Но предварительно желательно оценить, насколько неподобающим следует считать его поведение. Ведь существует огромная пропасть между его нежеланием ежеминутно сообщать тебе, какая ты красивая, и как он тебя любит, и способностью оскорбить или даже ударить. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. В некоторых случаях нужно не применять тяжелую артиллерию, а более здраво посмотреть на свои требования. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.